Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне состоялось предварительное голосование. Ребята выбирали девушек. По ее итогам главный претендент на вылет Татьяна Кузнецова. Она ждет мужского прихода и надеется, что ее не выгонят на женском голосовании. Как вы помните, мама и дочь Африкантовы вернулись на поляну. Татьяна Владимировна сообщила, что они собираются вернуться на Сейшелы в конце осени. Ну а пока они будут жить на поляне, чтобы закончить историю с Чуевым. Их поселят в вип-доме Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко, чтобы Элли не было скучно одной, пока ее жених будет готовиться к свадьбе на Сейшелах. Марина Африкантова опубликовала пост, где ответила на вопросы подписчиков, а где же Чуев. Она написала, с Андреем ничего не понятно, он писал мне, что мы разные и не подходим друг к другу. Хотя явной причины для расставания не было. В любом случае, скоро он прилетит на поляну вместе с женой Таней Киосей. И я надеюсь, он ответит мне на все интересующие меня вопросы. Андрей Черкасов и его новая пассия Анна продолжают отдыхать в Таиланде. Они вместе ходили смотреть на крокодилов. Кристина Лисковец, которая находится на Сейшелах, приглашает к себе парней. А ведь совсем недавно к ней на остров приехал Федор Стрелков. И они подолгу обнимались, нежились как голубки. Лисковец пишет, мне безумно хочется любви, любимый, я жду тебя. Если ты не любишь утиные губы, море косметики на лице, если ты веселый и знаешь, чего хочешь от жизни, тебе на дом 2. А в городских квартирах прошел личный кастинг Алены Юдиной. Как вы помните, последний парень, с которым она была на проекте, Алекс Гулиев, бросил Алену. Она опубликовала фотографию и подписала с кастинг-менеджером Коляном Должанским на моем личном кастинге. Ну а выберет она себе кого-нибудь или нет, мы узнаем в эфирах. Ну и очевидно, что слух о том, что Коляна Должанского разжаловались в должности кастинг-директора проекта «За пьянки» не подтвердился. А Надя Ермакова уехала в Питер делать себе пластическую операцию. Она решилась на увеличение груди. Операция делается бесплатно за рекламу. Фото Нади после операции ужаснуло фанатов. Многие ее осудили, что она за деньги готова выставить себя в таком неприглядном виде. Также в Питере Надя встретилась с давней участницей проекта Оксаной Ряско. Вова Гаути признался в любви к Кате Гужевинской. Он опубликовал пост в соцсетях. «Я говорил другим люблю, теперь жалею». «Катя, я не знаю, что у меня по отношению к тебе и как это назвать, но сейчас мой мир просто перенасыщен эмоциями и красками. По-моему, я люблю тебя». Зрители раскопали в сети старые снимки Кати Гужевинской. На них Катя изображена до пластических операций. На последнем снимке она уже после того, как увеличила губы и сделала ринопластику. Как будто совсем другая девушка. Ну и напоследок о бывших участниках. На галоконцерте, посвященном конкурсу Евровидения, Алена Водонаева предстала в странном образе. Складывалось ощущение, что к концертному залу она подъехала не на автомобиле, а прилетела на метле. Бывшая участница проекта Оксана Стрункина вместе с маленьким сыном Петей попали в больницу. Это произошло из-за прививки АКДС. Малышу разрезали ножку и вычистили гной в том месте, куда делали прививку. Оксана пишет, «Я не знала, что после этой прививки может возникнуть абсцесс. Зачем делать прививку, которая влечет за собой такие страшные последствия? Пожелаем малышу выздоровления». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!